Есть одно лекарство, которое по объёму продаж занимает первое место в мире. Я не стану рекомендовать не принимать его или, наоборот, принимать. Я точно не пытаюсь изменить назначение вашего врача. Но если бы у меня было это конкретное заболевание, и врач прописал бы мне такое лекарство, я бы хотел узнать о нём побольше. Этим мы и займёмся. Согласно прогнозу, выручка от продажи этого лекарства превысит 27 миллиардов долларов к концу 2024 года. Это лекарство от рака. Оно уникально. Оно ведёт к смене парадигмы в онкологии. Его действие направлено на нечто весьма конкретное. При некоторых видах рака, не всех, это называется точная медицина. То есть это не какой-то антибиотик широкого действия или химиотерапия. Действие лекарства нацелено лишь на одну вещь. Это лекарство снимает с тормозов вашу собственную иммунную систему. Рак всегда стремится вмешаться в работу иммунной системы. Это конкретное лекарство называется китруда. Оно блокирует механизм такого вмешательства, что позволяет вашему иммунитету обнаруживать и помечать раковые клетки, чтобы затем убить их. В этой стратегии мне нравится то, что вы заставляете собственный иммунитет делать свою работу. Это как обучение элитного спецподразделения для выполнения конкретной миссии — атаковать и уничтожить какого-то определённого врага. Это лекарство применяют при аутоиммунных заболеваниях, инфекциях и раке. Стратегия работает лучше, когда у вас тот вид рака, на который она нацелена. Что же касается химиотерапии, то она убивает как рак, так и иммунитет, уничтожает всё подряд. А данное лекарство — это иммуномодулятор. Такие препараты либо усиливают, либо ослабляют, либо блокируют функции иммунной системы. Побочных эффектов довольно много. Вы можете видеть, какой тут длинный список. Их много. Так что лекарства не безобидные. Ещё одна проблема этого препарата в том, что он эффективен не при любом виде рака. Рак весьма многообразен. Есть, например, такие виды рака, у которых нет биохимических путей, в которые можно вмешаться. Кроме того, раковые клетки прекрасно адаптируются, и те, что выживают после атаки, становятся гораздо устойчивее, сильнее и могут выйти из-под контроля. Так же и с антибиотиками. Выжившие сильные микробы превращаются в супермикробы. Кроме того, это лекарство никак не влияет на топливо для рака и не блокирует те исходные материалы, из которых строятся раковые клетки, а также никак не действует на микроокружение, где живут раковые клетки. На мой взгляд, использование нескольких стратегий одновременно, если у вас рак, было бы очень разумным. И возникает такой вопрос, существует ли какой-нибудь натуральный иммуномодулятор? И ответ на этот вопрос — да. Есть много натуральных средств, которые усиливают или ослабляют иммунитет. Многие фармкомпании именно так и находят разные идеи и патентуют их, исследуя вещества растительного происхождения. Если не ошибаюсь, более половины всех лекарств это производные от натуральных веществ. Итак, есть астрогал — очень мощное растение. Также есть гриб-рейши и другие грибы, которые помогают от рака. И, разумеется, при раке нужен витамин D, ведь витамин D работает как иммуномодулятор. Лично я принимаю 20 000 ме витамина D3 ежедневно. Он особенно полезен при аутоиммунных проблемах и воспалении. Ещё я бы скорректировал диету. Я бы избегал того, что служит топливом для раковых клеток, а также занялся голоданием, потому что это самое мощное средство для того, чтобы уморить рак голодом. А если не можете долго голодать, есть диета, имитирующая голодание, что несколько легче. Можно садиться на неё на 5 дней раз в месяц или раз в 3 недели. Ещё один компонент не относится к медицине — умонастроение. Я лично знаю людей с огромной силой воли. Их ракам не запугать. Есть причина, по которой люди, которым врач говорит, сколько им осталось жить, очень часто живут именно столько времени, сколько им сказал доктор. Это проникает в их разум, они соглашаются, и так и происходит. На мой взгляд, крайне важно не соглашаться с раком и просто сказать себе «я выживу, несмотря ни на что». Есть специальные протоколы питания для того, чтобы уморить рак голодом. Недавно я снял одно важное видео, где говорится обо всех этих протоколах и точных шагах. Вот ссылка на это видео. Посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...